Партия Лукашенко. Белая Русь. Кремлевский троянский конь против белорусской государственности. Не так давно Минюст Беларуси зарегистрировал новую политическую партию, которой по замыслу учредителей суждено стать партией власти в государстве Лукашенко. Речь идет о Белой Руси, созданной на базе существовавшего ранее общественного объединения. Давайте посмотрим на эту самую партию поближе. С ее программой и руководством ознакомиться можно на официальном сайте. Заходим на сайт и первое, что бросается в глаза, сайт так называемой партии власти только на русском языке. А белорусская мова, белорусская версия почему-то отсутствует. Может это совпадение и ее просто забыли сделать? Или нет? И в том будущем, что рисует новообразованная партия для нашей стране нет места родному языку? Может нет и самой Беларуси? Ладно, не будем сгущать краски, может это просто совпадение. Смотрим дальше. Сам сайт оформлен не в любимые ябатьками красно-зеленые цвета, а в какие-то черно-желтые, которые до боли напоминают так называемую Георгиевскую ленту. Или цвета черно-желто-белого флага, которые активно используются русскими радикальными националистами, такими как Дмитрий Рогозин, недавно приезжавший в Минск. Логотип партии также имеет очень странный вид. Но что мы придираемся? Это же все дело вкуса, не так ли? Помимо цитат их вождя Лукашенко и Янки Купалы, который каким-то чудом попал в эту кампанию, на сайте есть и цитата Владимира Соловьева. Нет, не пугайтесь, не пропагандиста, а русского религиозного философа 19 века, но опять же русского. Глядя на этот сайт, сразу и не поймешь, что это сайт белорусской партии, как указано в официальном названии Белой Руси. Так кто же возглавляет такую странную политическую организацию? Олег Романов, член Совета Республики, доктор философских наук, профессор. Одним словом, образованный, интеллигентный человек. Родился в Гродно. Там же получил высшее образование. Правда, учился Романов на биолога, а потом как-то, само собой, переквалифицировался и стал философом. Карьеру свою Романов начинал в Гродницком университете. Сфера научных интересов, философа, ни много ни мало, проблемы генезиса, устроения и перспектив развития восточнославянской цивилизации, классическая и современная русская философия, судьба государства в глобализирующемся мире. Олег Романов – закоренелый сторонник русского мира. Беларусь в названиях его работ фактически не упоминается. Отсылки идут исключительно к восточным славянам или России. Имперская парадигма в перспективе политического развития восточнославянских народов. К проблеме духовно-ментальных оснований хозяйственной деятельности восточнославянских народов. Русская философия в духовном опыте восточнославянских народов – прошлое, настоящее будущее. Вот только некоторые названия публикации этого автора – Романова. После работы в Гродинском ВУЗе Романов получил повышение и стал ректором Полоцкого университета, где запомнился зачисткой идеологически неправильных, по его мнению, преподавателей. Романов на словах полностью поддерживает нынешнюю нелегитимную власть. Это легко понять из его заявлений о коронавирусе, протестах 2020 года, миграционном кризисе 2021 года. Однако до поры до времени. Пока Лукашенко все еще сидит в своем кресле. Но по взглядам Романова также ясно, что главные его хозяева находятся не здесь, а далеко на востоке – в самом сердце восточнославянской цивилизации и русского мира – Москве. Помимо Романова в Верховный Политсовет Белой Руси также входят такие известные сторонники идей русского мира и одиозные участники эфиров российских пропагандистских телеканалов, как Вадим Гигин, Григорий Озаренок, ну куда же без него, и Александр Шпаковский. Вадим Гигин – провластный политолог и историк, председатель правления Белорусского общества знания, а с недавнего времени еще и директор Национальной библиотеки Республики Беларусь. Гигин никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Как и Романов, он сторонник идеи о том, что белорусы – это часть так называемой триединого русского народа, а Беларусь – северо-западный регион исторической России. Такой подход к видению истории имеет давнюю традицию еще со времен Российской империи. Называется западнорусизм. Историк Гигин, как истинный адепт русского мира, считает нашего национального героя Кастуся Калиновского – польским террористом. А идеал мудрого государственного деятеля видит в российском генерал-губернаторе Михаиле Муравьеве, которого прозвали «вешельник» за жестокое подавление восстания 1863-64 годов. Примерно такой же подход у Гигина и к современной политике. Он всячески восхваляет кремлевские власти и оправдывает российскую агрессию против Украины. Гигин поддерживает российские нарративы не только на словах, но и на деле. Например, осенью 2022 года пропагандист ездил наблюдателем на референдум в так называемую Луганскую Народную Республику. Третий персонаж вообще вызывает отвращение благодаря своим неадекватным и хамско-истеричным высказываниям. Это Григорий Озаренок. Человек, который за последние три года стал символом самой грязной и отвязной лукашенковской пропаганды. Озаренок – представитель целой династии пропагандистов. Его отец Юрий прославился благодаря пропагандистскому фильму «Ненависть. Дети лжи», где еще в 1990-х в начале правления Лукашенко с помощью геббельсовских приемов очернял деятелей белорусской оппозиции, за что даже получил по лицу от самого Николая Статкевича. Помимо пропаганды, в те годы Озаренок-старший занимался и политикой, был членом партии «Белая Русь». Но не той партии, о которой мы говорим, другой. И полностью она называется «Славянский собор. Белая Русь». Эта организация существовала еще в 1990-е годы и исповедовала идеологию панрусизма. Нетрудно понять, что яблочко от яблони недалеко катится, и Гриша впитал в себя весьма специфические политические взгляды отца. Все западное, нерусское, впрочем, как и белорусское, Григорию чуждо, а все светлое, чистое и духовное может исходить только от три единой исконной Святой Руси. Четвертый деятель – Александр Шпаковский, который в прошлом считал себя белорусским националистом или даже нацистом, теперь пропагандирует тот же нацизм, только под российским имперским флагом. В частности, он вместе с другим членом полицовета Белой Руси, главным БРСМ-овцем Александром Лукьяновым ездил в лагерь Дубрава и промывал мозги украинским детям пророссийской пропагандой. Вот такие интересные персонажи собрались в руководстве партии власти, созданной Лукашенко. Таким образом, если присмотреться, очевидно, что лукашенковская партия Белая Русь становится скорее проектом Москвы, чем политической опорой для стареющего диктатора. Поэтому, как только наступит момент и реальная власть нелегитимного Лукашенко начнет превращаться в пыль, ее должны подхватить эти вскормленные на российские деньги деятели. Задача этих людей, во-первых, отобрать власть у Лукашенко, во-вторых, не допустить, чтобы она вернулась к народу, в-третьих, подготовить поглощение Беларуси России. Люди, создавшие так называемую правящую партию, втягивают белорусов, членов так называемой партии, преступления против белорусского народа. Под ширмой партии сторонников Лукашенко создали организацию, которая будет продвигать в нашей стране интересы Кремля. А эти интересы заключаются в потере Белоруссию суверенитета и втягивании ее в войну. Ну что ж, члены так называемой партии Белая Русь. Делайте выводы.